Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями. Азербайджанское издательство опубликовало статью. ВДКБ заявляет, что Иран ответит на удары дронов. Я раньше выпустил ролик, где он сообщил, что по Ирану были нанесены удары беспилотниками. Вот здесь по карте, сейчас я вам покажу, где были. Это в Тибризе и Эсфахане были нанесены удары беспилотниками и уничтожены эти заводы по производству дронов. И вот теперь уже Иран нашел виновных, кто это совершил и будет наносить ответные удары. Ознакомлю, что здесь пишут, я потом расскажу всю информацию. Иран может ответить на удары беспилотников по объектам в Эсфахане, что приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил начальник объединенного штаба ДКБ Анатолий Сидоров. Вот он на фотографии. Удары, в том числе, с применением беспилотных летательных аппаратов, а также диверсии на военных объектах в Иране и в конце января, вероятнее всего, спровоцируют ответные действия Ирана, что может способствовать росту напряженности в регионе. В ночь на 29 января в Эсфахане, расположенном в центральной части Ирана, пригремел взрыв. Позже Министерство обороны Ирана сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров, взрывчатым зарядом, один из главных военных объектов с вооружением. Ну вот, и после этого стали обвинять возможные причастности США и Израиля к этой атаке. Сейчас я вам все расследование, что я сейчас нашел информацию, вам расскажу. Начнем с того, что 20 января 23 года была атакована военная база США в Сирии. Сейчас я зачитаю, что здесь пишут. Военная база США в Сирии подверглась атаке беспилотников. Информация о принадлежности дронов не приводится. Сейчас я вам покажу, где эта военная база. Вот, военная база американцев в Сирии. А там, сейчас здесь подробнее карты есть. Вот, видите, Сирия, вот как она выглядит. А вот здесь на стыке Иордании, Ирака есть военная база США. И она подверглась неизвестными дронами. Атаковали, несколько дронов они сбили. Один все-таки попал по их базе. И там что-то, у них там большие проблемы возникли. Так, сейчас ознакомлю конкретно, почему все это я хочу вам сообщить. Военная база США в районе Этамф на юге Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщают местные источники, база США была подвергнута атаке пятью беспилотниками в 9 утра по местному времени. При этом, четыре дрона были уничтожены до того, как достигли района базы. По предварительным данным, пятый беспилотник успел нанести удар по территории базы. Информацию они засекретили, что у них там произошло. И, в общем, сейчас они стали 20 января искать виновных. Типа, кто мог нанести удар по военной базе США. Понимаете, это не шутки. И вот Сирия, видите, вот военная база. И ни с того ни с сего тут атака беспилотников. И еще пять беспилотников там хотели уничтожить полностью взрывчаткой их, как бы все, ихнюю базу. И теперь что? Американцы решили, что виновником во всем этом может быть кто быть? Иран, конечно, да. А кто еще рядом граничит, как бы, ну, кто главный враг США? Это Иран, вот. Вот его военные базы в Тибризе есть, в Испахании. Ну и что? Иран подключил сразу, сейчас я вам покажу по карте, так. Израиль подключил сразу же. Потом США подключили еще своих союзников, и что? Ирак еще подключили, да. И нанесли удар по Ирану, как я вам говорил, по этим всем базам. Сейчас я еще подробнее зачитаю. Вот, да, была атака бесплотниками на военные базы в Иране. Пишут здесь, вот, в Исфахане там, да. Вот пишут, что дроны ударили. И теперь что? Получилась ситуация такая, что Иран стал искать виновных. Вот эта статья. Даже АДКБ уже говорит, Иран ответит на удары дронов. И иранцы стали искать, а кто же мог нанести удар по нашим базам? Типа, где рядом враги? Кто у нас главный враг? Так, посмотрели по карте, оказывается, что рядом есть Ирак. Есть, так, покажу вам, Турция рядом, да. Есть Азербайджан, то есть Нахичевань, вот здесь рядом с Арменией, есть Азербайджан. В общем, вот этих стран, ну, еще Израиль дальше, да. Но они еще стали предполагать, что, возможно, с Ирака их атаковали как бы рядом. А может быть, даже из территории Нахичевани еще атаковали. Но, слушайте, дальше такая информация. Я нашел ролик на Ютубе, дал вам ссылку под названием «Катаклизм или секретное оружие». Это расследование ведет пламен Пасков, есть такой. И он заявляет, я вам зачитаю, как это все, он своими словами говорит, что удары по территории Ирана, вот видите на карте, были нанесены с территории Ирака и с Нахичевани, где сейчас командует Эрдоган. Он так и говорит, там это территория Нахичевани, Элихам Алиев как бы отдал под контроль Турции, и Эрдоган там разместил свои беспилотники. И с Нахичевани были удары по этой базе. Сейчас я вам покажу по карте, вот она, Тибриз. В общем, сами ролик посмотрите, этот пламен Пасков все объясняет, что, возможно, вот рядом Нахичевань, там были эти беспилотники, они нанесли удар по Тибризу. Вот в чем говорит. И вот такие статьи появлялись еще на глазах. В Турции вновь заговорили о базе Нахичевани, зачем Анкаре новая авантюра. В общем, многие издательства писали, что, мол, там уже практически открылась турецкая база, Азербайджан там с Турцией проводит совместное учение, что, как бы сказать, эта территория Нахичевани уже практически, ну, под контролем Турции, Эрдоган там может размещать свое оружие. И, в общем, этот ролик, вы сами все посмотрите, на 18-й минуте 35 секунд пламен Пасков говорит, что конкретные удары нанеслись Нахичевани. А теперь слушайте дальше. Если Турция, ой, извиняюсь, Иран расследует, что удары были с территории Нахичевани, то есть Азербайджана, представляете, что сейчас дальше будет? Это будет, ребята, тут уже не шутки. Так что я вам предупреждаю, что почитайте сами всю информацию, эту статью. И вот что, сейчас только Амалиева наперед, я говорю, надо укреплять ПВО здесь срочно, потому что Иран шутить не будет. Если они до конца расследуют это дело, и окажется, что эти дроны были запущены здесь, с этой территории, все, здесь будет ракетный удар тоже дронами по территории Нахичевани. Я говорю, ничего не пугай, вы сами все посмотрите, все поанализируйте, умные люди, у меня подписчики грамотные. Так что, говорю, дам ссылку на этот ролик, там все вот, 18 минута 35 секунд. Все, можете даже время засесть, засекайте и все там услышите. Так что, ребята, не шутки скоро будут. Иран ищет виновных, и все-таки они, видно, определят, откуда, что, там может им салют информацию еще. Так что, вот, такая ситуация. Я говорю, а началось что? С американских баз, которые были здесь, в этом, в Сирии. Вот, кто-то разгромил их базы у американцев, американцы решили дать ответку, и все это, как снежный ком началось развиваться. Понимаете, американцы таких не прощают. Тем более, когда удар по их базе, по военной в Сирии, вы что? Это они сразу подняли всю информацию, и вот эта карта они нашли. И поняли, что кроме Ирана, Иран, 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 все это атаковал. И сразу же ответка пришла. Ну, понимаете, вот, сейчас ищут виновных, сейчас и те, в общем, такая ситуация, что все здесь правильно. Пишут, сейчас будет рост напряженности на Ближнем Востоке. Уже сами ВДКБ заявляют. Так что, говорю, это не мои выдумки, это все сейчас впереди. Так что, будет очень напряженная ситуация, говорю, на этом всем треугольнике. Надо быть готовыми. Такая информация, вот, скидываю вам ссылку на этот ролик. Большой ролик длинный, 34 минуты. Ну, там послушайте, говорю, хотя бы вот до 35 минуты, там все будет понятно вам. В общем, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.